ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Жень, ты? А, Сережа. Слушай, у меня пуговица оторвалась. Слышишь? Да, конечно. Давай. Снимай рубашку. Сережа, подожди. Это глупо, наверное. Ну, давай ты опоздаешь на свой самолет. Откажись от этой работы. Теперь уже нельзя. Или ты хочешь, чтобы бедные нефтяники остались на своей платформе без врача? Вот они-то никакие не бедные. И мы тоже не будем бедны, если я немного поработаю на свежем воздухе. Три года в Баренцевом море? Это немного на воздухе? Аня, ну, нам нужна квартира. Мы не можем жить с твоей мамой. И видеться раз в полгода? Нет, Сережа, никакая квартира этого не стоит. Ну, почему полгода? Я каждые три недели смогу выезжать на материк. И у тебя, наконец, будет причина взять отпуск. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ты, Ира, новенькая. Меня зовут Наташа. Твой ключ. Твоя форма. И твои назначения. Все разобрать начни с пятнадцатой. Продолжение следует... Что вы делаете? Да. Алло, нет. Разбудила? Шагрова, помнишь? Спортсмен. Вчера для реанимации перевели. Диабет, инкардия. Наша новенькая, с таблетками застукала. Попытка сует, да? Да, лекарство наше. Новенькая успела отнять у него таблетки? Да, успела, слава богу. Психолога вызвали. Отлично. А теперь скажи мне, как так получилось, что у пациента был доступ к лекарствам? Замок у шкафа был сломан. Я сказала, что было починили, но тут бардак. Перевозят вещи нового за отделение, видимо, забыли. Так, нам еще суицидников не хватало в отделении. Наташа! Давай ему добавь два кубика реланиума в капельницу. Добавляем. Да. Ты чего затихла? Голос свекрови в прихожей. Боже мой, я сошла с ума. Точно, свекровь приехала. Что, в семь утра? Без объявления войны? Не говори. Ну хорошо, сейчас разберусь. В любом случае, скоро буду. Ждем. Бабушка, а это куда? Ой, пожалуйста, Женя, называй меня по имени. Бабушка, это из сказки что-то. Я все-таки профессор кафедры иммунологии пока еще. Хорошо, Раиса Михайловна. Ой, слушай, корюшка. Моя любимая. Так, заказывали. Привет, я Ира. Прости. Олег, ты где? Мама, а ты не опаздываешь? Ну вот, я собираюсь, тороплюсь. Здравствуй, Анна. Здрасте, Раиса Михайловна. Ты превосходно выглядишь, просто цветешь. Спасибо. Извините, я тороплюсь, заработала? Уважала, уважала. Мама, чего она приехала-то? Ну, по своим делам, наверное. Анна, выйди, пожалуйста, сюда. Возможно, я была не права, не предупредив вас заранее о том, что я в Москве только из-за суда. Какой суда? Я подала в суд иск, чтобы признали моего сына погибшим. В заседании сегодня я хочу поставить памятник Сереже на Серафимовском кладбище рядом с отцом. Памятник? Но ведь папу так и не нашли. Прошло больше пяти лет. Женя, это очень много. Я так больше не могу. И я хочу просто приходить к нему туда. Как вам не стыдно? Нет никаких доказательств смерти моего мужа. Как вы могли? Сошел с ума, начал новую жизнь, уехал на край света, в конце концов. Да, мало ли что могло случиться. Я очень надеюсь, что вам никто сегодня не даст этой справки. До свидания. Раиса, может, ты зря я тебя затеяла, а? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, Свин. Девушка, не одолжите телефон на минуту. Очень нужно позвонить. Мой разрядился. Пожалуйста, я в суд еду, дело важное. Да не бойтесь, не убегу я, посмотрите, что творится. Застрял тут, а жена там психует. Ну, пожалуйста. Заседание два раза уже переносили. Жизнь новую начать хочется. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло, Света? Алло. Света? Алло. У нас же сегодня заседание. Только не отменяй. Попроси, чтобы подождали. Придумай что-нибудь, пожалуйста. Алло. Алло, да я ничего не слышу. В трубку говори. Катюшка, она вас не слышит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, ну я тебя уже здесь жду. Алло. Я не знала, как вы. Алло, ну говори в трубку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВЫСТРЕЛ Уроды, чтоб об ушки подрывало! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИГРАЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИГРАЕТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИГРАЕТ ИГРАЕТ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Целы? Да я в порядке. А вот эти? А-а-а! Нога! А-а-а! Дай мне свистер, быстро! Да, пастра, никому не звонить! Давай, все, поехал! Да не поеду я! У нас все хорошо! Я медсестра, и у вас не все хорошо! Да быстро! А-а-а! А-а-а! Тихо, тихо, тихо! Нога! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 не отключаться! Имя? Сколько тебе лет? Слышишь меня? Его Миша зовут! Миша! Ему двадцать один год! Он не умрет? Все будет хорошо! У парня сильное кровотечение! Жгут наложенный, видимо, костью повреждена бедренная артерия! Была кратковременная потеря сознания! Тихо! Я старшая медсестра девяностой городской клинической больницы! Больно! Больно! Перелом ключицы! Хорошо! Не надо в больницу! А вам тоже в больнице не помешает? Нет! У меня развок-то! Жена загрызет, если не приеду! Ладно! За сегодняшнее опоздание тягачок твоя! Нет, Наташ, пожалуйста! Ну, пожалуйста, пусть новенька пойдет! Какой стати? Не обсуждается! Ир! Знаешь, что в девятнадцатом палате лежит? Нет! Да ладно! Тягачева! Анастасия Максимовна! Артистка? Ну, просто артистка! Народная артистка! Что? Хочешь познакомиться? Ну, конечно! Ладно! Ладно! Дарю! Почему без стука? Кто вы, Тагаля? Где моя медсестра? Какие лекарства? Кто вы меня все время ими впечкаете? Где моя медсестра? Это в каком этаже? А, это не этаж! Это подвал! Ага! Это подвал! Я не понял! Какая-то эвакуация, что ли? Наташа, там какое-то ДТП! Я побежал! Давай! Да я влюх! Ты что, полегче? Что ты делаешь? Извините, пожалуйста! Анастасия Максимовна сказала, что я все не так делаю и выбросился в кашу, а кашу на меня, ну как так можно? Новенькая! Пойдем! Телефон дайте, пожалуйста, жене позвоните! Держите! Спасибо! Алло! Это я! Да попал тут в переплет на дороге! Сейчас в больницу еду! Ты, пожалуйста, попроси, чтоб перенесли заседание! Я… Не поверила! Хоть не орала! Черт! Вот пожелал, чтоб ребятам бошки поотрывал… Они так ехали, что с ними просто должно было что-то случиться! Конечно! Еще странно! За рулем была девчонка, а травма всего парня! Так обычно и бывает! Уверен, что за рулем была девчонка? Ну да! Что у вас там? Что случилось? Миша умирает! Господи! Назад! 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 Не прощупывается пульс, похоже, остановка сердца! Адреналин преднизолон есть? А в сердце колоть кто будет? Этот? Я не колол и не стану, не хочу отвечать! Набирай адреналин! Поехали! Куда поехали? На ходу не уколешь, здесь колоть будем! Нет, повезем в больницу! Поехали, Руслан, ну! Ты не довезешь ты его, здесь нужно колоть, кали! Я не умею! Права есть? Что? Права есть, машину водишь? Да! Бери мои ключи, садись в машину, вези второго пострадавшего в девяностую! Да я не знаю, как туда ехать! Давайте ключи, я отвезу! Держи! Погодите, а если не выйдет, то отвечать будет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегалку включай! Руслан, поехали, ну! А живешь где? У подруги. Она замуж вышла, уже здесь три года живет. Тоже хочешь? Нет, рано еще. Сначала институт. Хотя... А это что такое? А! Это Лилька все принца ждет. Так... Что такое? Скорая в приемной. Пошли, пошли, бегом, мы с песней! ДТП! Открытие перелома ведра! Остановка сердца! Адреналин в низолон внутривенно введен! Давление попадает! Пусть слабый! Это наша начальница. Анна Брунна Виттл, старшая сестра. Таня! Таня, девушку на рентген! А? Где рентген, знаешь? Вези туда, а я принимаю. Быстро, быстро! Ого! Это еще что за исход? Это больница скорой помощи. У меня пациент. Вы занимаете служебный лифт в рабочее время. Ладно. К другому. Что это? Билеты на концерт. Возьми, пропадут. Спасибо. Эй, ты что? Слышишь? 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 Ну? Что-то не так со мной. Все в порядке. А я дурак. Сейчас с концертом. Нечего. Сходим еще на концерт. Сходим. Пойдете? Конечно. Пойдем. Бежим, бежим. Вот снимки с ДТП. Отнесись, пожалуйста, в камеру хранения. Это вещи пострадавшего. Здравствуйте, Анна Бруновна. Это снимок девочки-мотоциклистки? Да. Ушиб легких, перелом ребра и ключица без смещения. Это вы сегодня спасли молодого человека от суицида утром? Рада познакомиться. Говорят, вас напугала наша актриса? Да нет, она не напугала, она просто в меня под нос швырнула с завтраком. Скульчика. Лиля, разве я не тебе, Тягачеву, поручила за опоздание сегодня? Лиля. Что? Это правда? Нет, это не правда, Анна Бруновна. Это я сама виновата. Я просто перепутала назначение и сама пошла к Тягачевой. Так и было? Да. Что такое? Почему здесь нужно это носить? Да. Мебельного воздаводделения вселяется. Ага. А сам он где? Его кто-нибудь видел? Тоже мне хозяин. Ира, с суицидником вашим я поговорю. Вы возьмите, пожалуйста, для него назначение у Трубицына. У Константина Алексеевича? Да, у него. Ведите Шагрова дальше и Тягачева тоже ведете дальше. Только будьте смелее. Нет, Тягачева не надо, у меня не получится. Ира, у вас очень хороший, насыщенный первый день. Вы все делаете правильное. Если сдадитесь, проку от него не будет. Лиля, на тебе дедуля из семнадцатой и девушка мотоциклист. Возьмешь у нее кровь на биохимию и отведешь процедурную на перевязку. Наташа, на тебе третий этаж и пострадавший водитель. Он сейчас в реанимации. Я пошла. Доброе утро. Меня зовут Анна Виттлс, я старшая сестра. Здравствуйте. Это, оказывается, трус, Максим. Я вот так вот запросто решила избавиться от своих страхов ценой собственной жизни. Да? Не понимаю, о чем. Дура какую-то панику развела. Эта дура спасла тебе жизнь. Ее зовут Ирина. У нее, между прочим, первый рабочий день. Это ее первый пациент. И она запомнит тебя на всю жизнь. Если ты это еще раз делаешь в нашем отделении, то ты подставишь и ее, и все, кто здесь работает. Ясно? А я думал, вы об этом не беспокоитесь. Почему я должна беспокоиться о тебе? Ты взрослый человек. Сильный, молодой. У тебя все хорошо. Как видите, не все хорошо. Вижу. Процесс, к сожалению, необратимый. И реальность такова, что только ампутация сохранит тебе жизнь. Максим. Ну, послушай меня. Я понимаю, как тебе тяжело. Но это не значит, что все кончено. Что все потеряно. Сейчас знаешь, какие отличные протезы делают? Никто из людей даже не будет знать, что у тебя протез. Я. Я буду знать. Друзья будут знать. Тренер буду знать. Девушки будут знать. Прекрати истерить. Здесь никто не желает тебе зла. Единственный твой враг – это твоя собственная трусость. Будь мужчиной. Дренаж. Разрыва нет. Мотоциклист в рубашке родится. Только потому, что его Аня успела реанимировать. Иначе мы бы сейчас его не склеивали. Зажим. Тяжело стабильно, пока инотропная поддержка. Как он? Выкарабкался? Да. Скоро заканчивает. Мне тут билеты подарили на концерт. Возьми. Сходите с Олегом. А ты сама? Мне здесь концертов хватает. Спасибо. Как там, Миша? Пока сложно сказать, идет операция. Ты как? Для чего болит? Это понятно, из-за трещины. Сейчас вколи тебе обезболивающе. Руку положи. Вы были в клубе? Были. Вы пивали? Или это были наркотики? Ничего не было. Мы заехали на полчаса подругу с днем рождения поздравить. Миша за рулем не пьет, наркотики вообще не употребляет. Да и мне без него пить не по приколу. Вон такой скоростью промчались мимо нас. Кстати, кто был за рулем? Нам с водителем Вольсвагена показалось, что это была ты. Показалось? Миша был за рулем. Да у меня и прав нет. А скорость, ну это же байк. Он летать должен. Ну а так, да, не рассчитали, вот разложились. Да уж. Как он там? Повезло, конечно, нечего сказать. После жировой боли сердце могло не завестись. Я думаю, выкаракуется. Да ты все не так поняла. Дело в том, что Константин Алексеевич переназначил Шагрову инсулиновые инъекции. Я посмотрела дозировку, мне кажется, это перебор. Вот и хочу уточнить, чтобы не было ошибки. Волни в Казани и все. Я все понимаю, но Анна Бруновна... Слова Анны воспринимать серьезно просто нельзя. Понимаешь, ну у нее умер Буш, у нее вырос этот НИМ. Тетка далека от реальности. А реальность-то в чем? Что ты медицинская сестра и должна выполнять указания врача. А если ты самая умная, вылетишь отсюда самая первая. Слушаю вас. Константин Алексеевич, здравствуйте, это Ирина Леведева, медсестра из терапии. Я прошу прощения, что беспокоил вас, но дело в том, что в вашем назначении Шагрову дозировка составляет 18 единиц. Но мне кажется, это очень много, ведь из расчета на глюкозу... Леведева? Да. Вы что, недавно в отделении? Первый день. Прекрасно. Деточка, будь добра, выполняй мои назначения четко и вовремя. Значит, твой первый день может стать твоим последним, ясно? Ну, как там? В миру? Свекровь надолго здесь? Нет, сегодня же уедет. Звонила только что. Через час у меня с ним встреча, узнаю, как прошел суд о признании Сережи погибшей. Ты что, серьезно? Вот так могут без тебя признать? Могут. Но мне совершенно все равно, что не напишет свою бумажку. Звонил главврач, этот мотоциклист, сын депутата Гордумы. Так что просил проявить повышенную заботу. Лучше бы этот депутат синишки мотоцикл не покупал. Вот это была бы забота. А что у парня с алкоголем и наркотиками? Ничего, чисто. Странно. Наташа, проверь тогда результат от теста его подруги. Угу. Хорошо. Опять ты? Что тебе надо? Вы что, отпустите руку. Я капельницу просто хотела поправить. Вы на нее легли. Отпустите руку, мне больно. Не подходи ко мне. Дура, косорука. Понятно? Кто тебя взял сюда такую? Прости, я виноват. Да нет, это я виновата. Борю, прости. Просто настроение такое. Хоть в петлю лезь. Вот в петлю не надо. Ясно? Ясно. А тебя как зовут? Ира. Меня Макс. Ой, инсулин, я же тебе укол забыла сделать. Ложись скорее. Ты из-за диабета так, что ли? Не надо. Диабет – это не приговор. Не бойся, я в мышцу хорошо колю. Ко мне все соседи ходят. Ну что, не больно? Я же говорила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты чего? Да подожди, я сейчас на помощь позову. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пожалуйста, быстрее сюда, на помощь, быстрее! Врачей вызывай! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Контроль сахара в крови каждый час. Что у вас происходит? После введения 18 единиц инсулина у пациента Шагрова началась гипогликемическая кома, сопровождающая судорожным припадком. Мы ввели 20 миллилитров 40-процентной глюкозы внутривенно, после чего припадок прекратился и состояние стабилизировалось. Сколько по времени длился припадок? Минуты две, не больше. Ничего себе. Он у вас помереть мог? Это у вас он помереть мог, если бы нас не оказалось рядом. Надо было срочно переводить его в реанимацию, звать врачей. Вы инструкцию не читаете? Если бы мы следовали вашим инструкциям, нас все пациенты бы померли давно. Этот случай с Шагровым не первый. Динамику напомнить? Перед введением инсулина надо было сахар померить. Трубицин, конечно, гад редкостный, но ты сама знаешь, какие у него связи. Так что не цепляйся с ним, но хотя бы до прихода нового начальника. А кто-нибудь, кстати, слышал что-нибудь про этого нового? По количеству мебели, которая въехала до него, такое ощущение, что он очень любит везде чувствовать себя как дома. Я лично с ним не знаком, но знаю, что в окружном военном госпитале на него просто молились. Ладно, я к Тягачевой. Пока. Давайте. Аккуратненько, аккуратненько. Так, сейчас тут пазы надо... Нет, не вошло. Так, и как я выходить буду? А заходить? Все ясно. Выносим. Аня, ты не торопись так, ей-богу. Так, Сонечка, подождите меня, пожалуйста, в коридоре. Выходим, выходим. Спасибо. Быстро, девочки. Спасибо. Двадцать шесть минут. Я пытаюсь вызвать кого-нибудь из персонала. И прислали мою медсестру, какую-то девчонку. За это время можно вознестись и на страшном суде отчитаться. Ну, отчитаться, я думаю, в ряд. Ну, у меня мало грехов. Да, я думала, у актрис много грехов. Романы, поклонники. О, поклонники тут вообще ни при чем. А романы? Романы у меня всегда были по любви. А любовь грехов не может быть. Да. Анастасия Максимовна. Да. За что же вы меня так не уважаете? Мы же с вами столько пережили вместе. Ведь обижая мой младший персонал, вы обижаете меня. Аня. Я умираю. Аня, что вы делаете? Аня, прекратите. Аня, вы знаете, я просто приснился учить страшный суд. И я решила разложить карты. И знаете что? Знаю. Двести тридцать на сто двадцать. Ань, знаете что? Давайте я разложу вам. Ну, давайте. Хорошо. Аня, с одним условием. Да. Что вы больше не будете обижать моих девочек. Не будете кидаться в них кашей. Простите меня, пожалуйста. Таблетками и упреками. Простите, ради бога. Это все от недостатка внимания. Аня. Так. Так. О. Король Жезлов. Влюбленные. Императрица. Все верно. Вас ждет большая любовь и смертельная опасность. Замечательно. Замечательно. Опасность, любовь. Это для пятнадцатилетних. Мне через два года сорок лет. Аня. У вас чудесный возраст для любви. Поверьте мне. Конечно, поначалу будет очень сложно. Но чтобы началась новая жизнь, старую нужно разрушить. Она и так уже разрушена. Пять лет назад. С тех пор, как пропал без вести мой муж. Единственный любимый мужчина в жизни. Ну что ж, тогда надо разрушить теперешнюю жизнь. Человек не должен, не может жить прошлым. Можно. Если нет ничего, то можно. Будьте добры, подайте мне ее рукопись. Пожалуйста. Благодарю. Алло. Алло, да, Раиса Михайловна. Простите, ради бога. Да, да, я бегу. Да, пожалуйста. Вечером увидимся? Надеюсь. Не признали. Все, как ты хотела, Аня. Все отложили. Все решения легли на полку. Раиса Михайловна, ну, это ж какой-то суд. Ну, он же не может решать воскрешать людей или хранить. Ну, простите меня, я с утра в сердцах. Я была не права. Вы, мать, понимаете, полное право поставить памятник, какой вы хотите. Ну, ну, пожалуйста, успокойтесь. Анечка, ты меня прости. Ну, пойми, ну, сколько мне еще? Все ничего осталось. Мне важно, чтобы на нашей плите его имя было. Пожалуйста, не уезжайте сегодня. Я не могу, у меня завтра консультация у дипломников. Там человек подавился. Асфиксия, прием гемблиха и все дела. Ты с ума сошла? Я сто лет этим не занималась. Да? Тогда обещайте, что и едете хотя бы завтра. Хорошо, хорошо. Ну, давай же. Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, дорогая. Что здесь сегодня целый день происходит? Скажите мне, пожалуйста, во что вы превратили медицинское учреждение? Вы мешаете персоналу в лифт не войти, по коридору не пройти. Почему вы без бахим? О-о-о. Потрясающе. Так. 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 Мама! Черт! Да что ж такое? Извините, вам помочь? Да, Вер, да я не знаю. Я не понимаю, что делать. Да. Все. Влад, Влад Николаевич, я просто вас не видела, вы здесь новенький, наверное, да? А, ну да, я буквально первый день. Да? Тогда можете, когда вы закончите с этой мебелью, починить мне кран, наконец? Я просто Николаевичу звонила несколько раз, он обещает, никого не присылает. Это возможно? Вы умеете? Вы сможете? А вообще, многие говорят, что у меня золотые руки. Отлично. Пожалуйста. Спасибо. Я вас позову. И замок почините, наконец, пятнадцатый. Ушипы грудной клетки. Обследование покажет, что там. Подключаем к мониторам. Давай, ставим. Так. Возьму. Есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Спасибо вам. Врача, позовите врача. Ваш пациент, у него прибор пищит. Приходите туда, вам нельзя. Довожу до вашего сведения, что в рядах сотрудников клиники выделяется халатность, нарушение субординации, хамство и оскорбление воды с лечащего врача. Учитывая, что изложено, прошу принять меры к медицинскому персоналу отделения, а конкретно к Лебедевой ИВ и Витлс А.Б. Ирина Васильевна, что вы можете рассказать по данному вопросу? Раз назначение пропало и если Константин Алексеевич утверждает, что я его украла, то ничего. Я ему звонила много раз, чтобы уточнить назначение. А кто-то может это подтвердить? Да, медсестра Лилия Бушуева. Можете. Я видела, что Лебедева кому-то звонила, но я не знаю, кому. Руслан Тимурович, но если Ирина утверждает, что она звонила с телефона отделения на мобильный, можно получить распечатку звонков? Хорошо. Вот еще такой вопрос, Ирина Васильевна. Почему вы в спорной ситуации не обратились непосредственно к старшей медсестре Анне Бруновне? Руслан Тимурович, ну посмотрите на эту девочку. Она в отделении первый день и с подобными ситуациями не сталкивалась прежде. Я считаю произошедшее исключительно врачебной ошибкой. Медсестра четко соблюдала субординацию, выполняя указания лечащего врача. Хорошо. Ирина Васильевна, Лиля, можете идти. Константин Алексеевич, вы тоже свободны. Анна Бруновна, присядьте, пожалуйста. Я знаю все, что вы скажете. Вы скажете, что Трубитцын негодяй, а ваша медсестра ангел, и что вы немедленно напишете заявление об уходе, если я посмею ее уволить. Так? Я не скажу, что Трубитцын негодяй, а она ангел. Я скажу, что Трубитцын врач с двадцатилетним стажем, а она не новобранец без опыта. Трубитцын. Послушайте, что вы все сделаете? Вы кран сестринской починили у меня уже? Познакомьтесь, Анна Бруновна. Это наш новый заведующий Игорь Борисович. А это наша старшая медсестра Анна Бруновна Виттлс. Рад буду с вами поработать, Анна Бруновна. Да, и с вашим краном все будет в порядке. Я вызвал бригаду сантехников на завтрак в девять утра. Кстати, с техническим персоналом больницы надо как-то разобраться, чтобы мы больше не отвлекались от наших профессиональных обязанностей. Согласна? Согласна. Очень приятно познакомиться, Игорь Борисович. Взаимно, Анна Бруновна. Я пойду. Да, вы свободны. Я пойду. Остановка. Адреналин. Атропин. Флористый. Качаем. Фибрилляция. Давайте фибриллятор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вредний залон. Отходим. Разряд. Илья Викторович, шестнадцать-двенадцать. Время смерти. Вытаскивал, вытаскивал. Бесполезно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виттл со мной, Бруно, он латышка. Отец, латыш, Бруно, Виттлс, герой Советского Союза, подводник. Погиб на военной службе. Замужем. А муж пропал без вести. Он был первоклассным военным хирургом. И упал в море с нефтяной платформой. Тело так и не нашли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наказано? Ну, хорошо. Пойдем-ка. СТУК В ДВЕРЬ Проходи. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Дрянь. Нанюхалась наркоты и села за руль мотоцикла. Смотри. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы Анна? Да. И я мама Миши Галины Михайловны, депутат городской думы. Мы можем в сторонке поговорить? Да. Понимаете, Мишуля у меня единственный сын. Вы как женщин должны меня понять, что никого дороже у меня нет. Мы его воспитывали с мамой, с моей. Я много работала и, наверное, много его пустила. Но если он за рулем был пьяный... Можете не беспокоиться. Пришли результаты анализов. У вашего сына они чистые. А вот у его девушки обнаружены наркотические вещества кокаинной группы. Я не хочу, чтобы наша семья была замешана в этой истории. Кокаин, аварии и все такое. Не нужно этого. Ну, кто у нас по молодости не совершал какие-то ошибки, тем более сейчас, когда так много соблазнов. Анна, мне сказали, что это вы спасли жизнь моему сыну. Примите это как вознаграждение за ваш тяжелый труд. Ну, и забудем о ненужных подробностях. От этих ненужных подробностей погиб сейчас человек. Ах ты, Боже мой. Какая трагедия. Жена – дети. Жена – дочь. Погибшего, конечно, не вернешь, но я обязательно встречусь с женой. Ну, то есть с вдовой Анны Буроновны. Возьмите, пожалуйста, конвертный. От сильного удара образовался сгусток крови, тромб, который оторвался и попал в легочную артерию, которая снабжает легкие крови, так называемый легочный ствол. Ступила смерть с моей в таких случаях, к сожалению, ничем уже. Помочь не можем, я сожалею. А мы с ним сегодня разводиться должны были. Он мне с дороги звонил, говорит, в переплет какой-то попал, что женщина его везет, а я не поверила. Трубку бросила. Даже не попрощались. Мы понимаем ваши чувства. Словами тут не поможешь. Это я везла его с места происшествия. Он всю дорогу рассказывал про семью. Про дочку вашу. Алену. Да? Да. Про вас. Да. Дочку-то он любит обо мне. Что он мог сказать? Типа, он не ругал, наверное, да? Нет. Он вас тоже очень любит. Хоть вы разные по характерам. Надеялась помириться. СТУК В ДВЕРЬ 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 Ну, Андрей Алексеевич, моя смена закончилась. Отлично. Я через двадцать минут освобожусь. Хорошо. СТУК В ДВЕРЬ 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 Я уже скучаю. Я с ней поговорю сегодня же. Обещаю. СТУК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте… СТУК В ДВЕРЬ Сейчас я тут разгребу, подожди! Да, давай я тебе помогу. Давай. Ну что, подтвердили? Только что. Дамаск завтра в девять утра. Ты что-то поговорить хотел? Поехали. Времени мало, потом поговорим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А я на ранний рейс билет заказала. Боюсь проспать. Ну, может, это за альбом? Я про эти фотографии уже и забыла. Я их у Сережки по штучке вот загоняла. Ты бы их не дала, а я боялась, что у вас попадет. Теперь дарю вам вещи, что не в обиде. А вот эту фотографию я искала. Я думала, она потерялась. Мне она так нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. Че, испугал? У меня привычка после работы на скорой приезжать ни свет ни заря. А ты че так рано у нас? Две смены взяла? Нет. А у меня электричка ранняя. Ты извини, я снова твой халат надела. Свой просто постирать еще не успела. А че ты в нашу прачечню ты не сдашь? Они там все быстро делают. А разве так можно? Я думала, мы туда только казенное белье сдаем. Такая наивная, ей-богу. Ну, официально, конечно же, нельзя. Ну, так все делают. Ну, что, по дозе колумбийского? Это что такое? Здравствуйте. Я новая сиделка Алексея. Это мне уже сообщили, но я не понимаю, почему вы спите на моем муже? Я не спала, я только глаза прикрыла. Девушка, я даже слышала, как вы храпели. Алло, Константин Алексеевич, вы знаете, есть вопрос. Да. Вы у себя сейчас? Хорошо. А что здесь происходит? А нас выселяют. Вы что делаете? Это же очевидение. Как это выселять? Почему нас выселяют? Ты куда? Это моя сумка. Стоп. А разрешение начальника среднего медперсонала у вас имеется? Главврач разрешил. Сказал, кто недоволен, пусть ему звонят. Отойди, женщина. Какой кошмар. Я больше не оставлю своего мужа здесь не на минуту. Здравствуйте, Марина. Вы присаживайтесь. Обеспечить такой уход, как в больнице, в домашних условиях практически невозможно. Я понимаю. Но, наверное, теперь это мое дело. Я сама разберусь. Не волнуйтесь. И все-таки я бы не рекомендовал вам забирать мужа домой. К тому же дома возникнет вероятность воспаления легких. Правда? Тогда я прошу поменять сиделку, потому что это на рабочем месте спит. И капельницу отнеси на третий этаж в ординатор с вами. Поехали. А, ну, Броновна, вот и вы. А мы тут анекдот рассказываем. Мила, а можно узнать, что происходит? А? Ничего не происходит. У вас новая, сестринская, кстати, с отличной сантехникой. Меня и прежняя устраивала. Вот значит, эта тем более устраивала. Вы издеваетесь, что вы, Игорь Борисович? Ну что, нарочно? Сегодня проверка. Эти папки кто-нибудь сортировал? Не волнуйтесь, так, Анна Броновна, ребята-грузчики все аккуратно сложили, так же аккуратно все перенесли. Ребята-грузчики, вы знаете, сколько мы эти папки размечали и раскладывали? Я знаю только одно. У вас большая, удобная сестринская. Все остальное, по-моему, решали. Почему вы не попросили разрешения? Почему вы не спросили меня, сестер? В случае, когда меняешь меньше на больше, по-моему, это не обязательно. А вы считаете, что это не обязательно? Вам что, пустое место? Простите, я специально. Да нет уж, не извиняйтесь, конечно, специально. Тем более, что этот халат у меня единственный. Единственный? Тогда я возьму его сейчас у вас и принесу вам новый, хорошо? Ах, только подождите секунду. Вы уж не обижайтесь на меня. Да я о чем говорить? Анна Бруновна! Анна Бруновна, там такое срочно! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что здесь происходит? Шурик! Анна Бруновна, это глюкоза. Понятно. Прекрасный противопохмельный раствор. Теперь лучше? Ира, это не то, что ты подумала. Но все равно спасибо, что сказала. Позьми, пожалуйста, халат, отнеси в прачечную, хорошо? Ну и что случилось? Химия завалил. Теперь все эти экзамены придется в меди сдавать. И что? Меня Женя, так же, как ты, пересдает через месяц ЭГЭ. Ей тоже напиться? Ну, я виноват, исправлюсь. Выбирай. Десять процентов от зарплаты. Или недели в приемном отделении. Приемная? Прекрасный выбор. Саша, простите меня, пожалуйста, я просто тут второй день и мне, как всегда, везет. Вот вчера застукала парня с таблетками, сегодня у вас. Простите меня, пожалуйста, я просто подумала... Во-первых, Шурик. А во-вторых, сможешь меня поднимать в 17-й палате на пару часов? Конечно. Мне просто отлежаться надо. Без проблем. Вы старшая сестра Анна Виттлс? Да. Здравствуйте, меня зовут Марина Тишина. Я хотела бы нанять сиделку для своего мужа из вашего персонала. Трубицин Константин Алексеевич сказал, что вы сможете мне помочь. А что случилось с Боссей? По-моему, она занималась этим пациентом. Ну, я бы предпочла, чтобы за моим мужем смотрел более ответственный, а главное, профессиональный медик. Будет работа на дому, за который я готова хорошо платить. То есть вы считаете, что Боссей не профессионально? Она спала сегодня на рабочем месте, а главное, она меня учит, что лучше для моего мужа. Ваш муж впал в кому после инсульта? Это не кому. Действительно, у него поражен мозг, но окончательную диагнозу пока еще никто не поставил. Так что я надеюсь, что, может быть, это не навсегда. В общем, я намерена серьезно забрать его домой. Кстати, ваша эта Босся-Мосси, как ее там, она вообще заявила, что он может умереть от воспаления легких. Как она вообще такое может мне сказать? У нас прекрасный, теплый дом. Какое воспаление легких? Ваш муж лежачий пациент. В таком состоянии легкие очень слабые. И риск международной пневмонии очень велик. Также есть риск повторного инсульта и остросердечная недостаточность. Так что девушка говорит, ну, все правильно. Оставить Алексея здесь лучшее решение. Теперь посмотрите. Может быть, она, конечно, и спит на работе, и воспитана не так, как вам бы хотелось. Но я не знаю человека, который бы так же мастерски ухаживал за больными, как она. Так что перед тем, как просить нас увольнять ее, и забирать Алексея домой, я бы на вашем месте подумала, найдется ли еще такой человек, как Босся, и условия такие, как здесь. И не всегда не останетесь, не переживайте. Первый раз в больнице? У меня тоже сегодня первый рабочий день. Даже халата еще нет. Душно здесь. Давай вернемся в гостиницу. Ну, вступила в спину, отлижусь. Когда в спину вступает, в обморок не падает. Девушка, простите, пожалуйста, вы не могли бы нас пораньше принять? А что такое? Женщина себя плохо чувствует. Да. Э, я тоже себя плохо чувствую. Кто следующий по очереди, заходите. Танечка, дай мне телефон, пожалуйста. У вас блок сорок ноль один? Да. Ладно, походу. А что со мной шепотом разговариваете? Может, вы спит? Бывший. А, так вот почему ты с вызовов ушла. Вовсе не поэтому. Здесь просто график удобнее. Зинаида Петровна. Да, это Витлз. Да, да. Как ваш племянник, поживает? Я вас поздравляю. У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, медицинский халат самого большого размера, хорошо? Спасибо. Карточка в регистраторе. Посмотрим? Подождите. Женщина, вы куда? Мы следующей в очереди. Я инвалид, имею право, без очереди. Ну все, хватит. Пойдем, отходим. Погоди. Женщина! Сестра! Сестра! Сестра, плохо! Держите, ноги, ноги, ноги. Повыши, повыши ноги, выше. Да? Зафиксируй долго. Что с ним? Чуть выше. Доктор, что с ним? Света, Света, ну что с тобой? СТУК В ДВЕРЬ 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 Валентина Ивановна, направление на процедуру убираем. А что вы в истории в Киеве делаете? Кхм. Анна Бруновна, ну а про размер-то вы могли меня спросить? А как ты меняешь меньшее на большее, это же можно не делать? Ведь так? Всего доброго. Лиля? Я потом зайду через пару минут. Простите, я не запомнил, давайте я запишу. Лиля, ты опять опаздываешь? После третьего опоздания ты получаешь три дополнительных часа в неделю в течение месяца. Что тут у тебя? Здесь нестабильность инокардия. Вот мужа пропустили проводить, надо в магазин что-то купить, потому что больная и госпитализирована не из дома. Все понятно, иди переодевайся, я довезу. Спасибо. Простите, пожалуйста, давайте я запишу, что нужно принести. Я не запомню просто все. Книгу, шоколад можно? Она любит шоколад. Можно шоколад. Халат, тапочки, ночную рубашку, зубную щетку, зубную пасту. Сходите в аптеку и купите бета-блокаторы. Бета-блокаторы? Бета-блокаторы, можете идти. Наташа, а у нас Смирнова же сегодня выписывают? Вроде да, надо проверить. Ну, надо проверить, а пока с истинокардия в 12-ю. Угу. Пошу. Петро! Дверь на ключ надо закрывать. Слушай, у меня гельчатая нашлась. Что, думаешь, я баб голых не видел? Голые бабы, Петров, в бане. А здесь эксклюзив. Замечательно вы тут устроились. Молосцы, займитесь лучше пациентом в коридоре. Константин Алексеевич, он нечаянно зашел. Раскомандовался. Кто же мне? Начальник нашелся. Индюк напущенный. У этого индюка хватило мозгов медицинский закончить и стать ведущим ординатором. А может быть. До профессора дорасту. Не дорастешь. Вот так, Глина Петровна. Так и поступайте. Хорошо? Спасибо, милая. Спасибо. Хорошо, что нам не помогает. Вдох. 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 Бросок. Голову ниже. Ниже голову. Инга, что такое? Что-то тяжеловато сегодня. Давай, не мухлюй, соберись. Прям держи. Скорость. Что за дела? Что за дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Света, не могу найти сменку для садика. Куда вы дели мешок? Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не Света, это Наталья, медсестра из отделения сосудистой хирургии 90-й горбольницы, куда госпитализировали Светлану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тарая хирургия, двенадцатая палата. В этот звоните. Все понял. Скоро буду. Сегодня проверка. Я хочу, чтобы все сверкало и блестело. Проверяем все тумбочки, все холодильники. Не хочу видеть ни одной пылинки на подоконниках. Что у вас? Анна Бруновна, пациент поступил по скорости. А у Тикачева снова истерика и давление подскочило. Так, Шурик, вызывай нейрохирурга и зав. отделения. Ира, а ты забери наконец-то с Тикачевой эти карты Таро. Представляете, только что звонил муж этой новенькой, из четыреста двенадцатой. Но я взяла трубку, представилась, а он мне там допрос устроил. Спрашивает, а в каком городе больница? Как в каком? В Москве. А он мне, не в Улан-Удэд? Вы уверены? Улан-Удэд, это же Бурятия. Да. Подождите, какой муж? Ее муж провожал до палаты. Я говорила, что нужно принести и купить реланиум. Так, ладно, мы разберемся с мужем потом. Как вы заметили, новое зав. отделение поменял местами сестринскую и свой кабинет. Поэтому наша задача распределить все меджурналы. У меня предложение. Сперва папки разложить по алфавиту. Лен, Лен, обход идет сейчас? Ну, конечно. Кто сейчас у нас? Всем привет, кого не видел. Здравствуйте. Игорь Борисович. Пациент поступил по скорой подозрении на инсульт. Он здесь в командировке. Связались с родственниками. Ждем. Компьютерная томография показывает, что трепанацию черепа возможно. Гематому можно эвакуировать. Предлагаю трепанацию и удалить. Но мы этого делать не будем. Пока. Почему? Игорь Борисович, вы не хотите, чтобы Трубицын его оперировал? Дело не в том, что я хочу. Держите. Ир, у нас перчатки закончились. Помите. Это обычная операция? Это палеотивная операция. Но существует большой риск. Он может ее не перенести без согласия пациента или его родственников. Такую операцию проводить нельзя. Коллеги, подождем. У нас есть еще время. Так. Успенская Инга Вячеславовна. Денадцать третьего года рождения. Жалоб не было. Полностью здорово. Олимпийский резерв плавания. Утром на тренировке в бассейне потерял сознание. Ну, похоже, у нас тут пресеночный тромбоз нарисовался. Нужно сделать коагулограмму, ЭКГ, рентгену легких. И дуплексное сканирование нижних конечностей. А это немедленно. Все, что вы? Мам, обязательно поможем. Не волнуйтесь. Потирайтесь. Можно? Лежи, лежи. Ну, как ты? Нормально. Мне только переодеться не вожди. Я все привязываю. Все будет хорошо. Прорвемся. Ты... Главное, лишнего не болтай. Константин Алексеевич. Я вам тут вот к чаю принесла мед башкирский. У меня у дедушки пасека своя. Константин Алексеевич, то, что там был, вы увидели? Это нелепость какая-то, случайность. Просто сестринская переехала, а у меня еще ключа нет. С двух до половины третьего. Что? Проведение санитарно-эпидемиологических работ и проверка аппаратуры в моем кабинете осуществляется из двух до половины третьего. Обед. Обед разносит. Обед. Шурик, а не хочешь со мной после работы куда-нибудь сходить? Хочу, а куда пойдем? Смотри, можно пойти в клуб «Рай», на крышу мира, можно покататься на теплоходе «Рэдисон». Слушай, а давай махнем на уикенд в Париж, а? Клево? Смешно. Смешно? А ты как хотела? Думала, булочки поесть, по нескучному саду погулять. Это брат Кришкин. Я бы хотела заключить договор с вами. На все время, которое понадобится, чтобы вернуть Алексея, вы должны будете заниматься только им. И давайте договоримся о цене. Сумма стандартная – тысяча. Тысяча? Тысяча рублей в день. Ну, хорошо. Значит, договорились. Простите, а рентген у вас где? А, Инга. До конца коридора на третий этаж. Только сами не ходите, а вас отвезут. Да я нормально себя чувствую. Я сама волнуют. Садитесь в коляску, вас отвезут. Саша, отвези пациентку на рентген. На инструменты. Потом. Ну, ладно. Я могу сама. На рентген. Я нормально себя чувствую. Сама могу дойти. Да, сейчас, пойдем. Шурик, Шурик. Пропусти у нас в реанимацию. Я. Пойдемте. Пойдемте. А далеко рентген? На пятом этаже. Семенова, кто? Может, пешком? Ни в коем случае. Спорим ее быстрее. Ну, давай. Прыграй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Не дождались лифта, побежали по лестнице, а она в обморок упала. Так, Лилия, бегом. Поперблок за Игорем Борисовичем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, ты поговорил с женой? Наташа, я пришел домой в первом часу ночи, после трех операций, лег спать. Извини, пожалуйста. В ней просто очень сложно строить свою личную жизнь между кабинетом и лестницей. Она приехала три недели назад. Ты обещал мне с ней поговорить. Если я обещал, значит, я обязательно с ней поговорю. Сейчас, пожалуйста, Наташа, дай мне спокойно поесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно. Ешь спокойно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Общась, живи, дыши, работай, спи. Спокойно. Рентген и дуплитесное стонирование. Надо понять, почему незначительные физические нагрузки вызывают такую реакцию. Когда она сможет приступить к тренировкам, соревнованиям на носу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не скоро. Откуда в таком возрасте тромбоз? Вы принимаете какие-нибудь препараты? В смысле лекарства? В смысле допинг? Нет. Послушайте, мне надо знать, как врачу. Вы не бойтесь, я никому ничего не скажу. Но мне очень нужно знать. Можно? Подождите, пожалуйста. Хорошо. Нет, я ничего не принимаю. Хорошо, мы сделаем МРТ сосудов головного мозга. Но если она ничего не покажет, тогда подумайте, может, вы все-таки решитесь что-то рассказать мне. Мне нужно задать вам вопрос о допинге. Ситуация очень серьезная. Инга вам что-нибудь сказала? Ничего. Тогда я вряд ли чем-нибудь смогу вам помочь. Извините. Вздор. 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 Вздор? Вздор? Так, давай, завязай наверх. Это у меня акарофобия. Я знаю, что делать. Она не то что карта. Она в палату мне войти не дает. Получается, я должна их украсть. Лиль. Вот ты как опытный человек скажи. Подожди. Вот Ирке дали смертельное задание. Забрать карту у Тягачевой, чтобы она не нагадала себе очередной нервный срыв. И что, она за это в ответе? Обыск в ее обязанности не входит. Что ей теперь делать? Входит. Конечно, входит. Ирина, это непростительная ошибка. Пишите заявление по собственному. Передайте дедушке, что мёд был волшебным. Хорошо. Слезай отсюда. Давай помогай. Наташ, ну как концерт-то? Что ты молчишь? Ты можешь у Лели спросить или утрупить с ним? Ого! А что же вы с Олегом? Олег вчера поехал разговаривать с женой по поводу развода. А сегодня весь день от меня бегает. Это значит, что он мне поговорил? Как ты думаешь? Грусть тянула, не могу дышать. Кто-нибудь может ко мне подойти или все заняты уборкой? Анастасия Максимовна, я к вам бегу. Опять страшный сон. Змея в грудь укусила. Аня, вам, наверное, это кажется смешным, но я чувствую, что со мной происходит что-то плохое. Заклинаю вас. Назначьте мне новые анализы. Я должна знать, какой у меня диагноз. Понимаете? Аня, я не готова умирать. Не готова. У меня еще роль не закончена. И потому я книгу не дописала. Аня. Анастасия Максимовна, сейчас, сейчас мы померяем давление. Тихонечко. Ну, посмотрим пульс. Сейчас все будет. Пульс, давление. Хорошо. Хорошо. А ты оканчивала медицинский? Да. Учиться дальше хотела, но мне запретили. Почему? Семья. У нас в Узбекистане девушкам учиться не надо. Надо замуж выходить, надо детей рожать. Да ты что? Неужели такое еще осталось? Какая прелесть. Ну, недолго нечего. Сейчас, наверное, на швы наложат и все. Потом пойдем? Ну да, в комендатуру. Как всегда. Что вечером делаешь, красотуля? Это не тебе, красотуля. Слушай, Шорик, там подружка твоя. В регистратуре с программой не разберется. Просила помочь. Да беги, беги, я тебя подменю. Чего это вдруг? Я просто очень люблю военных. Понятно. Так. Сидим. Здрасте. О, привет, Женечка. Какая же ты красавица стала. А ты чего здесь? Может, что случилось? Да не, я ключи просто дома забыла, а бабушки нет. Вы знаете, где мама? Мама, слушай, она на обходе, может быть, я наберу? А, не надо, есть сюрпризы. А ты что, дочка Анны Бруновны? Такая взрослая. А сколько же Анне Бруновне лет? Я думала, она молодая. Да она и молодая. Она просто притворяется. Не могу понять, какая программа работает. Чего у вас там? Хотите помоги? Как хакер-хакер. Так. Коллеги, последний вопрос по итогам обхода. Кого выписываем? Олег Юрьевич, Смирнову. Выписываем? Я думаю, да. Заживает быстро анализы в норме. Все, готовьте к выписке. А что там по тягачевой? Тоже выписываем. Бабушка развеялась, в больничке прижала. Пора ей честь знать. Игорь Борисович, я принесла анализы тягачевой. Мне кажется, ей еще не пора. Анализы у нее в норме, самочувствие прекрасное. Здоровей ее, а в чем отделении не сыщешь? Или она что, еще на недельку решила сдержаться? Анна Бороновна, я сам посмотрю анализы тягачевой. Скажите, как там ситуация с перчатками? Только большие размеры. Я после летучки скажу, главному буду просить. Так, кстати, о главном. Скоро проверка. Женщина, мне булки не хватило. Неправда, я вам давала. Тогда какао налейте. Какао? Ну ладно. Пойдем. 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 Ай-яй-яй, как это она вас? Прямо скалечила? А вам-то что? Я бы на вашем месте все равно был, поаккуратнее. Это все-таки больница, может возникнуть сепсис? Какой сепсис? Гнойный. Я бы на вашем месте поговорил с главврачом и снял бы побои в нашем трамппункте. Готовьте к операции. Один из сосудов, снабжающий сердце крови, немного забился. Ткани сердца страдают от нехватки кислорода. Сосуд нужно прочистить. Возможно, вы говорите, прочистить, как раковину. Опасно? Ну, риск есть, но операция рядовая. Доктор очень хороший, опытный. Вы молодая, все будет отлично. А, Добро, ну можно вас? Здесь все ясно? Теперь по Тягачевой. Что вам не понравилось в ее самочувствии? Почему вы настаиваете на невозможности ее выписки? Она в последнее время очень сильно похудела, и ноги при этом стали оттекать. Давление все время высокое, хотя у нее гипертония. Я, конечно, понимаю, что это все связано с эмоциональными перепадами, страшные сны, гадания. Или отдышка? Да, есть. Направьте Тягачеву на рентген. Хорошо. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Правда? Правда. Ой. Стоп-стоп-стоп-стоп. Гудилина мы выписываем, у него все хорошо, отправляем домой в семью. Ладно. Она рана не глубокая. Если бы она ничего не сделала, этот идиот вызвал у пациентки приступ. Мы бы сейчас обвиняли ее в бездействии. Посмотри, судя по отпечатку пальца, это был классический хук справа. Какой-то беспредел. Не больница, а спортивный зал какой-то. Я в Минздрав позвоню. Ингович Славовна, мы нашли причину ваших обмороков. Как может взрослый опытный мужик, тренер, поставить под удар жизнь молодой и здоровой девушки? Обращусь я. Я проконсультировался с коллегами, связанными со спортом. Плазикс. Я прав? Даже если это так. Противопоказаний-то нет. Противопоказаний из даже в аскорбинке. Саша, покажи. Дуплексное сканирование показало наличие тромбов в сосудах нижних конечностей. Когда частички тромбов поступают в легкие, участок мозга испытывает кислородное голодание, и Инга теряет сознание. Следующий шаг – это остановка сердца. Я сама виновата. Без лазикса мне не выкрать. Ну, кто-то же предложил вам попробовать это средство? Нашел врача, заплатил. Ну, только не надо делать из меня монстра. Я ее вытащил из провинции, она никому не нужна была. Вложил кучу времени, сил. Одевал, обывал, кормил. Чемпионкой среди юниоров, между прочим, взял. И инвалидом. Как ты думаешь, что лучше – в тьму траканье здоровой или восемнадцать летом в гробу? Это спорт. Мне что, ее в качестве компенсации удочерить, что ли? Это не жлоб-то. Это же не жлоб. Ты жлобяра. Что со мной так проговаривать? Упокойся. Я, как заведующий отделением, запрещаю Успенской Инге Вячеславовне посещение посторонних. Вы ей кто? Никто. Покиньте помещение. Прошу на выход. Ну-ну. Я бы хотела побыть одна. Можно? Господи. Анна Броновна, а наш персонал быстро учится у вас в общении с людьми? А вы бы сами ему не врезали. Я бы врезал. Самое страшное, что она еще не понимает, что спор для нее закончился. Управление в норме. Сто тридцать на восемьдесят. Пульс восемьдесят. Плохие сосуды. Давай в стенку. Так, восстанавливаю. Все, заканчиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ань, отпусти меня сегодня пораньше. Мы с Олегом в ресторан идем. У него там сейчас операция. Потом вечер свободный. Они разводятся. Ну, иди, конечно, иди. Иди, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володя, открой! Будь мужиком! Я за рога тебя поблагодарю! Володя, а жена твоя знаешь, что ты вуланутый? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, прекратили мордобой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, я только что из травмпункта. Вот здесь зафиксированы побои, нанесенные мне вашей медсестрой. Если вы сейчас же не выгоните его и разгласите врачебную тайну о состоянии здоровья моей жены при постороннем, я вас всех! Значит так, ваша жена в коме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инфаркт. К сожалению, осложнившись развитием аневризмы левого желудочка. Ну, говоря проще, нарушилось кровоснабжение. Было проведено в свое время кардиохирургическое лечение. Внутри аортальная баллонная контрпульсация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие прогнозы? К сожалению, я не могу вас обнадежить. Звоните в отделение каждые 4 часа. Вам будут сообщать новые сведения о ее состоянии. Простите, пожалуйста, можно я в больнице останусь? Пожалуйста. Пока не закроется на ночь, можете. Спасибо. Вы чай с конфетами будете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ткани сердца страдают от нехватки кислорода. Сосуд нужно прочистить. Смешно вы говорите про чистить, как раковину. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПОМОЩИРОСЬ, ОНЯТ! Я тебя убью, ты поняла? СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК СИГНАЛ СВЕТА ДЕВЕШКАМУ КУПИЛА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТОНЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Инга, мы связались с Олимпийским комитетом. Они согласны взять вас в свою больницу. Спасибо. Пришлют скорую-то. Ну, чтоб не по пробкам. Всего доброго. До свидания. Все будет хорошо. Я же смогу вернуться в спорт. Ты сможешь жить нормальной жизнью. Это главное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. СТОНЫЙ ЗВОНОК ОТНЕСИ when the car is in front of the car. Отнесу машину. СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК Эй, спортсмен. Как спина? Нормально. Чего, перевозит? Ты позвони как-нибудь, пообщаемся. Звоню. Телефон-то запиши. Точно, говори. 916? Угу. 777-93-777. Все. Давай, не болей. Есть. Я такая счастливая. Слушай, подержи, пожалуйста, я сейчас девочка, мадам. Да, Даша, привет. Вы живы там? Все целы? Я не подходил, у меня операция была. Да. Давай. Все, давай. Ага, берегите себя. Целую. Алло, Инесса Валентиновна, это я. Я не приду, у меня дежурство сегодня. С Умкой не забудьте погулять, пожалуйста. Ага. Даша дозвонилась мне. Все, извините, меня зовут. Да. Ага. До свидания. Снимали. Лель. А ее нет здесь. А ты чего копаешься? Сейчас последняя маршрутка до метро уйдет. Тебе ехать-то куда? А мне недалеко. Ну ладно. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то обещал вернуться к ужину. Ой, бабуль, мало ли что она обещала. Небось задержалась на работе, подвезла пациентку, попала в пробку. Ничего себе. Никто не спит. А чего вы еще не ложились? Ой, ты же знаешь, что я никогда не усну, пока ты не придешь. Да? А потом мне надо посоветоваться с вами об одной важной вещи. Прямо сейчас? Ну а когда ты уйдешь, ни свет ни заря, я опять не успею. Ну давай, советуйся. Я уезжаю. Откуда? В Тверь к бабе Вере? В Италию на три года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok